От пациента, МР, картинообразование Печеницк, МТС, гипотосплинамигалия, портальная гипертензия, асцит, водянка желчного пузыря. Консультативное заключение по представленным МР томограммам пациента 60 лет. Дата исследования – 17 апреля 2021 года. Область исследования – брюшная полость, забрюшинное пространство. Контрастное усиление – не проводилось. Печень расположена обычно не увеличена. Крпт – 142 мм, крлт – 58 мм. Левая доля печени несколько смещена за счет мягкотканного образования ВС-4 правой доли печени аксиальным размером 88 на 79 мм, крайне каудальным до 87 мм. Контур образования достаточно ровный, четкий. Создается впечатление о наличии капсулы. Ближе к периферии выявлено кистозное включение диаметром 21 мм участок некроза опухоли. Коэффициент диффузии в опухоли снижен. Структура паренхимы печени неоднородная. Контуры четкие и неровные. Портальная вена – 14 мм. Структуры ворот печени дифференцированы. Внутрипеченочные желчные протоки не расширены. Холедах прослеживается на всем протяжении, не расширен – до 5 мм. Структура в его просвете однородная. Желчный пузырь обычных размеров формы и положения. МР-признаки наличия конкрементов не выявлены. Стенки утолщены до 5-6 мм. Поджелудочное железо не увеличено. Контуры четкие и ровные. МР-структура поджелудочной железы однородна. Очаги патологического сигнала не выявлены. Парапанкреатическая клетчатка дифференцирована. Вирсунгов проток не расширен – 2 мм. Селезенка расположена обычно правильной формы. Увеличена размером 125 на 61 на 134 мм. Надпочечники обычных размеров формы. Правая почка нормальных размеров, паренхима однородна, чашечно-лоханочная система не расширена. Сосудистая ножка не изменена, паранифральная клетчатка структурна. Правый мочеточник не расширен. МР-признаки наличия конкрементов не выявлены. Левая почка нормальных размеров, паренхима однородна, чашечно-лоханочная система не расширена. Сосудистая ножка не изменена, паранифральная клетчатка структурна. Левый мочеточник не расширен. МР-признаки наличия конкрементов не выявлены. Во всех отделах живота значительное количество жидкости. МР-признаки выпады в правом плевральном синусе. Заключение. МР-картина образования правой доли печени. Более вероятно герцерей, гипотоцеллюлярный рак, асцита, спленомигалии, портальной гипертензии, выпады в правом плевральном синусе. Рекомендована консультация онколога. 20 апреля 2021 года доцент кафедры Кайман. Котов Эма. Комментарий врача-рентгенолога. В печени у вас есть образование, в правой доле, а не в левой, по своим МР-признакам с уверенностью можно сказать, что это ГЦР, гипотоцеллюлярный рак, а не метастазы. Также есть выраженный асцит, это неблагоприятный признак, может говорить о конце ироматозе брюшины. Этот момент можно уточнить с помощью КТ с контрастным усилением. Увеличен диаметр портальной вены, за счет большого объема опухоли, увеличение селезенки, это один из признаков ГЦР. Стенки желчного пузыря утолщены из асцита, это не самостоятельное заболевание, значения это не имеет. Вам нужно обратиться к онкологу, такие опухоли и оперируют, и химиотерапию делают. Вопросы пациента, а как так быстро эта опухоль развелась, ведь не было признаков. Это начальная стадия рака. Ответ КМН. Котова Эма. Стадия опухоли не меньше трех. Что более точно сказать, нужно делать КТ органов грудной клетки, брюшной полости и малого таза с контрастом. Опухоли развиваются незаметно для пациента, они не болят, и очень часто они проявляются уже в запущенной стадии, в виде декомпенсации состояния. Вопросы пациента, обязательно ли биопсия, ведь это может послужить распространению рака. Ответ КМН. Котова Эма. Биопсия нужна, без нее не поставит диагноз, на основании которого можно будет проводить лечение. Проблемы с желудком и кишкой в целом, это скорее всего осложнение опухоли. Она занимает большую часть печени, нарушает ее работу, выделяет токсины. От этого и проблемы. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ 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 КОНЕЦ